Всем привет! Позвонил сегодня мне парень из моей команды. Хороший, добрый, взрослый мальчик. По его виду я понял, что действительно что-то произошло. Он у меня спрашивает, что делать, если у меня не получится в этом бизнесе состояться. Что делать с продуктом, куда его девать. Компания ведь не заберет у меня ничего. Я говорю, откуда такое упадническое настроение, откуда такой пессимизм. Почему ты думаешь о каких-то ужасных вещах, вместо того, чтобы думать, что не получается и как это исправить. Ну, говорит, загадываю на будущее. Я говорю, не с той стороны на самом деле ты загадываешь. Я говорю, давай попытаемся понять вместе, что у тебя вообще происходит. Ну, он говорит, слушай, почти с 20 людьми поговорил. И мне все отказали. Мне даже показалось, что мои люди, мои друзья, мое окружение стали хуже ко мне относиться. Я не знаю, как быть. Я говорю, слушай, ты поговорил с двумя десятками людей, а сколько у тебя вообще в твоем списке контактов? Ну, говорит, больше 500. Напомни мне, пожалуйста, сколько ты уже в моей команде? Ну, около двух месяцев. Я говорю, то есть, в течение 60 дней ты сделал всего лишь 20 разговоров. Ты их не проанализировал. Мы с тобой не делали разбор полетов. Ты не приходил ко мне. Не разговаривал со мной, почему тебе отказывают. Как ты приглашаешь. Ты не приглашал меня в качестве третьего лица. Ты разговаривал полразговора в сутки вместо 10, 15, 20. И коль скоро ты не приходил ко мне на разбор полетов, коль скоро ты со мной не советовался, коль скоро ты все время барахтался в собственном котле, то наверняка приглашал неправильно. И вполне понятно, что эти люди тебе отказывали. Быть может, даже ты говорил какие-то правильные вещи. Многие должны были тебе отказать. Потому что многие отказывают мне. Потому что многие отказывают тем людям, которые более опытнее, чем я. И вот этот взрослый мальчик говорит мне. Ты знаешь, Таль, когда мне отказывают, мне так становится плохо, и я просто не знаю, как дальше продолжать этот бизнес. Нужно было что-то ответить. Вы уже думаете, почему же я поставил именно эту картинку? Ту самую заставку, которую вы сейчас видите? Да, конечно, я спросил у парня. Скажи, друг, а у тебя были девушки, которые тебе отказывали? Говорит, были. И как только тебе отказала девушка, ты сразу же принимал решение с девушками завязать. Может, себе там что-то на узел завязать? Да, я понимаю, что это слишком вызывающе, оскорбительно и цинично. Но у меня не было другого выбора, не было другой дороги этого парня разбудить. Я говорю, то есть тебе отказала девушка, и ты понял, что с интимными отношениями придется заканчивать. Будем находить какие-то другие способы самоудовлетворения. Может быть, мальчики? Ну, у парня, понятно, от моего цинизма и моей душевной простоты глаза как блюдца. Да нет, ты что? Я говорю, то есть что ты продолжал делать? Ну, знакомился с другой. Я говорю, подожди. Ты в ту девушку, которая тебе отказала, инвестировал какие-то деньги, ты за ней ухаживал, ты покупал ей цветы, возможно, вы где-то ужинали, обедали, ты за это наверняка платил, ты покупал ей шоколад, быть может, подарил какой-то подарок, и она тебе отказала. Может быть, есть смысл попросить все обратно? Да нет, боже упаси, ты что? Значит, нет. Отказаться от секса. Да нет, я-то нормальный взрослый парень. То есть отказаться от секса нельзя. Забрать у девушки все то, что ей подарено, нельзя. Это неправильно. Переключиться с девочек на мальчиков, тем более вообще все плохо, значит, надо дальше искать девушку. Соответственно, надо дальше искать людей, которым твой бизнес приглянется. Таких людей, с которыми вы сможете построить нормальные бизнес-отношения. Я знаю очень много парней, у которых не получается с девушками. Они советуются с мамами, в данном случае мамы. Неплохие эксперты. Не всегда, но очень часто мамы могут помочь. Друзья, у которых больше опыта, и их опыт успешен. Они тоже являются своего рода экспертами. Кто-то обращается к профессиональному специалисту, идет к сексологу, к психологу, к специалисту в области семейных отношений. Это тоже нормально. И профессионалы дают какую-то подсказку, возможно, делают какой-то разбор полетов. Быть может, проблема в вас. Быть может, наткнулись не на ту девушку. Точно так же было бы неплохо, после каждого неуспешного разговора, разговор, который, ну скажем, слился в унитаз, приходить к наставнику, советоваться, думать, где что-то упущено, где что-то переговорено, быть может, где-то новичок, кандидат был отравлен информацией, быть может, рекрут был излишне агрессивен. И вот так, методом пробы ошибок, методом анализа, мы выходим на качественный результат. если вам мой прием понравился, понравилось само видео, не забудьте поставить лайк, ну и поделиться им с друзьями, не понравилось, но напишите, почему. С вами был Тальшах. Не огорчайтесь, если вам девушка отказала. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok